Лучшее впереди. Книга Исфирь, 6 глава с 1 по 14 стих. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем, и найдены записанным там, как донес Мордохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли, наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мордохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мордохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царя, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем. Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь. И приведут коня, на котором ездит царь. Возложат царский венец на голову его. И пусть подадут одеяние коня в руки одному из первых князей царских. И облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью. И выведут его на коне на городскую площадь. И провозгласят пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардахею и Удеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аману одеяние и коня, и облек Мардахея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним. Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И возвратился Мардахею к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереши жене своей и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его, если из племени иудеев Мардахей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя, и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Исфирь. Размышления. Часть 1. Невидимая рука Бога. Книга Исфирь, 6 глава, с 1 по 11 стих. Хотя напрямую об этом и не говорится, понятно, что за всем происходящим здесь стоит Бог. Аман по своему высокомерию ошибочно считал, что слава и почести, о которых говорит царь, предназначается ему самому. Также и дьявол был уверен, что восторжествует над Богом и получит всю славу, когда Иисус умрет на кресте. Более того, подобно тому, как горделивая мысль Амана о царских почестях и его мстительные планы повесить Мордахея на дереве привели к его падению и, наконец, смерти, так и замысел дьявола убить Иисуса на кресте закончился его позорным поражением. Послание Колоссянам, 2 глава, с 13 по 15 стих. Бог владычествует над всем и все держит в своих руках, даже если этого и не видно. Поэтому и среди страданий не забывайте, что Он уже дал нам победу в Иисусе Христе. Размышления, часть 2. Сильная рука Бога. Книга Исфирь, 6 глава, с 12 по 14 стих. Аман только что пережил одно из самых больших унижений в своей жизни. Предвкушаемая минута славы оборачивается полным посрамлением, потому что во время шествия ему приходится подчиняться и прислуживать ненавистному Мордахею. Все, что Аман достиг к этому моменту, доздаётся Мордахею. И у Амана есть все основания страшиться и даже опасаться за свою жизнь. Он сознаёт, что конец близок. Знают это его жена и советники. Подобным образом и все надежды дьявола были посрамлены на кресте. Иисус подверг врага позору. И теперь окончательное устранение дьявола – всего лишь вопрос времени. Для кого или для чего вы живёте? Пытаетесь ли, как Аман, уже сегодня получить от жизни самое лучшее? Крест зовёт нас умереть для себя и обещает лучшую жизнь в будущем. Молитва. Отец Небесный, из-за греховности мне трудно хранить терпение. Пожалуйста, продолжай работать в моём сердце и моей жизни, чтобы мне научиться искать Тебя больше, чем Твоих обетований. Пусть реальность Евангелия поможет мне обрести большее сходство с Христом, нежели с Аманом. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...